Рекультивацию Пехтулинской свалки завершили на 80%. В поселке Солиной строят детский сад. В микрорайоне Волжский Трешколы продолжается реконструкция Московской набережной. Все объекты сегодня объехал глава республики Михаил Игнатьев. И как выяснилось, работа кипит не везде. На свалку заезжают легковые машины. Грузовики везут глину, чтобы укладывать верхний слой. По специальной технологии полигон утрамбовали. Застелили геомембраной щебнем. Сверху еще одно проклеенное покрытие. Следующий слой – глина 45 сантиметров. И в завершении – 15 сантиметров чернозема. Здесь работы завершены на 80%. Для рекультивации свалки выделены деньги по федеральной программе «Охрана окружающей среды». Часть средств из республиканского и городского бюджетов. Для всех сейчас историческое событие, куда возили более чем 50 лет мусора, вы стоите в туфлях, никто не утупает. Благоустроенная территория, перспективы здесь для гаража появятся практически. Трехэтажный детский сад на 220 мест строится в микрорайоне Соленое. Он запроектирован на 10 групп. Три младшие, две средние, две старшие и три подготовительные. Общая цена контракта – 105 миллионов рублей. Готов объект будет летом 2019 года. К этому же времени планируют завершить и строительство школы в микрорайоне «Волжский 3». Вот это старший блок, здесь административный. Сейчас ведется установка окон, ведется. Осталось один этаж, кладки. Завершим его в августе. Остается парапет, на начало сентября зайдем. И в числах 10-15 полностью каркас будет закрыт. И до конца сентября кровлю будет залита. Кровлю уже начали заливать. Сейчас строители завершают кладку наружных стен, устраивают кровлю, устанавливают окна. Кровля, теплая кровля. Гарантия на сколько лет дает? Гарантия минимум как минимум 5 лет. Но это новые современные, которые есть, соответственно, значит, чтобы потом потеки не были. Вот крыша – это здесь самый-самый главный. Потому что иначе проблемы все будут внутри. Здесь будут учиться 1100 ребят. Учебные классы, мастерские, кабинеты домоводства, химии, физики, биологии. Это в блоке старших классов. Там, где будут младшие школьники, предусмотрены кабинеты логопеда, группы продленного дня с игровыми зонами и спальнями. В центральной части – актовые, хореографические залы, душевые и раздевалки. Беговая дорожка, как они нарисовали. Беговая дорожка. Вот это физкультурно-оздоровительный блок. Блок старших классов. Административный блок из блок младших классов. И отсюда еще заезд будет. Запроектированы универсальная спортивная площадка, хоккейная коробка и физкультурно-оздоровительный блок с бассейном. Шесть дорожек, 10 на 25 параметры бассейна. Каждая дорожка по метр 60. А тиска воды там как предусмотрена? Там ультрафиолетом. Водоподготовка и обработка воды. Вода меняется в бассейне один раз в год. В течение года обеззараживается путем новых совершенственных технологий. Обновляется московская набережная. Правда, работа кипит не везде. У вас по контракту ноябрь, да, в этом году? Да. Но как вы сами рассчитываете на собственность? При таких темпах, конечно, вы к ноябрю вряд ли успеете. У нас сейчас последний этап. По КД работаем в городе, да, все люди освобождаются в августе месяце. И все люди сюда. У меня осталось, что асфальт положить участок, подпорные стенки и тротуары. Вопрос и по освещению. На втором этапе реконструкции фонари есть, а света нет. Оно сдано, но заказчик его еще не запустил на подсвет. А она горит. День рождения города. Ко дню рождения города освещение будет работать. Сегодня пятница. Даже сегодня. Сегодня вечернее время, освещение должно загореться. Вы обещаете сегодня? Ключим, он уже будет работать. Что? Реконструкция Московской набережной ведется с 2016 года в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и выездного туризма. Это место уже сейчас пользуется популярностью у роллеров, велосипедистов и пешеходов. Правда, облюбовали набережную и вандалы. Глава обратился к городским властям и рекомендовал использовать камеры видеофиксации для выявления нарушений. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.